Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Мишпатим. На прошлой неделе мы изучали недельную главу Итро, где было дарование Торы все заповеди. И сразу Тора переходит к главе Мишпатим, где изучаются все заповеди, которые касаются человека и человека. Все взаимоотношения между людьми. Нельзя делать ущербы, нужно смотреть за своими поступками, за своим имуществом, чтобы оно не приносило никакого вреда остальным, чтобы нормально существовать. Я бы хотел обратить ваше внимание, что недельная глава начинается на букву ВАВ. ВАВ в иврите означает И, то есть глава Мишпатим и глава Итро. Между ними идет слово, частичка И. И она означает, говорят наши мудрецы, она означает знак равенства. Что заповеди Мишпатим, которые написаны в нашей недельной главе, которые обсуждают взаимоотношения между людьми, они равны по важности, по степени значения с заповедем, которые обсуждались в недельной главе Итро, где обсуждалось законы между Всевышним и человеком. Что это означает? Что человек, который говорит, я хочу быть с Богом, я верю в рай, я знаю, что есть душа, но я буду пренебрегать отношением к людям, буду оскорблять, буду делать ущербы, не буду себя правильно вести по отношению к другим, нет у него шансов попасть в рай, нет у него шансов иметь отношения с Богом, правильные, настоящие отношения с Богом. И это все заложено в эту буквочку ВАВ, в это слово И, что если ты хочешь правильно соблюдать и быть праведным человеком, не забывай про законы между человеком и остальными людьми, которые описаны в недельной главе Мишпатим. Они равны. Глава Итро с ее законами между Богом и человеком, и глава Мишпатим с ее законами между человеком и человеком, между ними стоит знак равенства, и нельзя, не дай Бог, ни в коем случае пренебрегать законами отношений человека и человеком. Это не просто законы, которые даны, чтобы всем было комфортно, чтобы мы могли сосуществовать друг с другом, и всем было приятно. Вот Тора говорит, живи так, не мешай другому, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Это не просто законы отношений, чтобы было комфортно, а это наша духовная работа, отношения между людьми. Это важнейшие заповеди, и ни в коем случае нельзя ими пренебрегать. Один из великих раввинов последних поколений, который занимался вот этой идеей мусара, объяснением, что нужно, это важно, и это очень важно, соблюдать все законы между людьми, его звали Рав Исраэль Савантер, и его Йорцайт, поминальная дата его смерти, 25-я швата, всегда выпадает на недельную главу Мишпатим. Так Всевышний сделал, что он ушел из этого мира. Именно когда мы изучаем главу Мишпатим, именно когда мы изучаем и погружаемся в эти законы между человеком и человеком, почему Всевышний сделал так? Потому что Рав Исраэль всем объяснял, что чужое материальное имущество – это твой духовный рост. Чужое, вот то, что касается все материальные законы, и все право юридическое между людьми, и все, что касается материальных, денежных, имущественных законов – это все твои духовные законы, и от этого зависит твой духовный рост. Спасибо огромное за внимание. Изучаем главу Мишпатим. Огромное количество законов, которые касаются человека и человека, но не только потому, что это важно, и без этого мы не сможем нормально жить, а потому что в этих всех отношениях между людьми заключается колоссальная духовная работа и колоссальный духовный рост. Спасибо огромное за внимание. Учим Тору вместе на портале Воикра.